Всем привет! Сегодня видео будет посвящено теме handmade, а именно декора вот такого новогоднего шара на вашу красавицу елочку. Но конечно же, если вы не такой ярый фанатик, как и я, кошек, то я предлагаю их заменить вам на обезьянок, то есть на символ нового года. Для декора шарика мне понадобился следующий набор материалов. Автомобильная эмаль белого цвета, лак глянцевый для автомобилей, акриловые окраски, клей ПВА, пудра для имбоссинга, гипсовые заготовки, мишура на проволоке с коротким ворсом, стразы разных размеров, кисточки, белка номер один и нилон номер пять, трехслойные салфетки с новогодними мотивами и структурная паста, имитирующая снег. Первым делом мне нужно обезжирить шар спиртом и затем приступить к его покраске. Я использовала белую автомобильную краску из баллона. Советую красить вам несколько этапов тонким слоем, но я слишком нетерпелива, чтобы долго ждать видимого результата. Поэтому я закрасила шар с одного слоя и довольно толсто, чтобы краска перекрыла сразу же изначальный красный цвет шара. И из-за этого мне пришлось немножко поплотиться. Пока я ждала около 40-50 минут, когда он высохнет, мне пришлось его постоянно крутить для равномерного распределения краски, чтобы она не стекалась в одну точку и не застыла большим наплывом или каплей. В итоге краска на шаре высохла примерно за 2 часа так, чтобы можно его было брать в руки и не бояться оставить отпечатки пальчиков на шаре. Теперь шарик у нас беленький и можно приступать к основному декору. Я выбрала несколько салфеток и хочу на шаре сделать декупаж и при этом хочу, чтобы он состоял из 6 сегментов. Для этого я измеряю диаметр шара с помощью неширокой бумажной полоски, прикладывая ее к окружности по центру шара, то есть в самой его широкой части. В принципе, дальше можно измерить линейкой бумагу и поделить на необходимое количество сегментов высчитав нужный размер. Но я, чтобы не заниматься подсчетами, складываю полоску так, чтобы получилось у меня 3 равных бумажных ленты. А так как мне нужно 6 частей, то я складываю ее еще раз. Так как шар у меня пластиковый, то достаточно удобно здесь видеть по шву, где его половинка. И от шва я откладываю свою измерительную бумажную ленту и отмечаю точки мягким карандашом, чтобы не поцарапать случайно краску. Для этого я взяла мягкий карандаш для глаз. Он очень нежно и при этом заметно нарисовал линии. Теперь я делаю заготовку из бумаги, по которой буду вырезать нужные фрагменты из салфеток. Моя заготовка выглядит как овал с зауженными двумя концами, где самая широкая его часть соответствует 1,6 диаметра шара. Вырезаю заготовку и начинаю выбирать рисунки на салфетке. То есть я хочу, чтобы на трех из них обязательно присутствовали кошки. И при этом желательно целиком, но конечно без ущерба к основному рисунку. К примеру, там где есть Санта Клаус или Дед Мороз, чтобы у него не получилось всего лишь пол лица. Вырезаю и отделяю третий, верхний, нужный мне красочный слой от остальных двух. И дальше перехожу к приклеиванию этих мотивов салфеток на шар. Мотив с котами я буду приклеивать через один сегмент. И приклеиваю я с помощью клея ПВА. Иногда можно немножко надрывать салфетки по краям, чтобы они лучше ложились на скругленную поверхность шара. Музыка. 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 После того, как я приклеила все салфетки на нужные мне места, я покрываю шар акриловым лаком на водной основе Этот лак сохнет очень быстро и уже через 30 минут можно вполне уверенно брать его руки, не боясь прилипнуть и испортить рисунок Сверху на шар я нанесла моделирующую пасту «Искусственный снег» с помощью кисточки И получилась такая рыхлая структура снега Дальше у меня были давно заготовлены много отливок из гипса в форме кошек И я собираюсь поместить их туда, где у меня на мотивах салфеток отсутствуют кошки Правда, так как шар имеет выгнутую выпуклую поверхность, мне придется эти отливки котиков поскрепсти ножиком изнутри, чтобы они лучше прильнули По мере работы выяснилось, что нужно очень много изнутри убрать лишнего гипса И в районе шеи котиков это выходит практически в ноль, поэтому пришлось отделить голову от тела и приклеить их по отдельности И раз уж такое произошло, то впоследствии я буду маскировать места стыков моделирующей пастой Эту же пасту я нанесла на землю вокруг каждого котика И закрепила все сверху клеем ПВА для большей надежности И заодно решила добавить снегу цвета и еще текстуры, присыпав его мелкой голубой пудрой для имбосинга И еще для праздничности добавляю на шар стразы синего и желтого цветов Там где у меня имеются гипсовые окошки, клею в тех частях крупные синие стразы и небольшие желтые А где был только декупаж, одинакового небольшого размера синие и желтые стразины Далее я принимаю за раскрашивание котиков Для этого мне понадобились акриловые краски Котиков я решила сделать трехшерстными на счастье И выбрала для этого три цвета Основной у меня будет цвет белый и пятнышки рыжие и голубые Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После раскрашивания котиков я закрепила краску, опять же для надежности, клеем ПВА Перед практически последним этапом декора я сбрызгиваю все лаком и с баллончиком, чтобы закрепить и придать глянец, так чтобы шар смотрелся как стеклянный И после того как он высох, перехожу к последнему этапу по декору шара Я приклеиваю на него мишуру синюю с коротким ворсом в основе которой имеется проволока Благодаря этой проволоке я скручиваю мишуру в спираль Обмазываю клеем моментом основания шарика И прижимаю мишуру к его дну Таким образом мишура очень хорошо зафиксировалась на шаре Затем добавляю диаметр спирали так, чтобы закрыть пустые места свободные от декупажа На этом мне понадобилось еще два отрезка мишуры Кстати, мишуру я покупала в магазине FixPrice И видео о покупках я уже сняла и выложила на свой канал И ссылку на него я оставлю под видео в инфобоксе, так что обязательно открывайте его Затем этой же мишурой я расставляю границы между разными мотивами салфеток Отмерив длину мишуры от шапки со снегом до его дна И также приклеиваю эти кусочки мишуры на клей момент Ну и завершающий этап я добавляю еще на шапку снега Захватив края мишуры и получаю при этом форму звезды И конечно же возвращаю держатель шарика с ниточкой на место И мой шарик готов к встрече нового года Конечно же я жду от вас комментарии Напишите, насколько вам понравился мой котошарик И конечно же я жду от вас пальчиков вверх данному видео И очень скоро выйдет видео по созданию малобюджетного подарка своими руками Но этот подарок обязательно порадует вашего получателя И создаст ему очень праздничное новогоднее настроение Так что подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои очередные ролики И обязательно открывайте инфобокс внизу под видео Всем удачи и пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!